Желаю, чтобы вы находили мир друг с другом, в душе своей тоже находили мир. Ну и мы рядом, мы вместе. Молодые активные студенты Раменского дорожно-строительного техникума встретились с главой округа. Ребята интересовались нынешней политической ситуацией в стране, размером стипендий, поговорили. И, что называется, о высоком – карьера, отношения – Виктор Неволин поделился личным опытом и пожелал ребятам успехов в учебе. Если мы все в этом классе любим друг друга, любим преподавателя, любим директора, любим соседа, любим того, кто наступил в автобусе на ногу и не говорим того, чего частенько приходится выставить сюда, то вот представляете, как изменится мир вокруг нас и как мы в этой любви изменим наше государство. Чуть больше тысячи студентов обучаются в двух подразделениях Раменского дорожно-строительного техникума. Организация перевозок и управления на транспорте, строительство и эксплуатация автомобильных дорог, операционная деятельность в логистике – это лишь некоторые специальности образовательного учреждения, расположенного в деревне Заболотье. У нас по всей России трудоустраивается. У нас специальность строительства и эксплуатации автомобильных дорог, аэродромов и профессия машин, здоровостроительных машин – это те специальности и профессии, которые можно получить только в стенах нашего техникума. В Московской области больше никто их не готовит. То есть ваши специалисты на весь золото? На весь золото, да. Ну так, средняя зарплата машинистов – около 150 тысяч рублей. Это такие крупнейшие дорожно-строительные компании России, как «Автобан», «ВАД» и «Транспорт-механизация». У нас с ними социальное партнерство, у нас студенты там проходят практику, трудоустраиваются, работают во время учебы. Так что все нормально. Дорожно-строительный техникум является площадкой для проведения чемпионата Московской области WorldSkills по 10 компетенциям. Это самый престижный конкурс профессионального мастерства в регионе. Также здесь регулярно проходят уроки мужества. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Ежегодно в канун 9 мая студенты организовывали адресное поздравление ветеранов. У нас был ветеран-преподаватель, в прошлом году скончался, он в 94 года был. Михаил Митрофавлович Арнаутов, преподаватель дорожно-строительных машин, моряк. Он был награжден Орденом Отечественной войны и Орденом Красной Звезды. Пожалуйста, уделите внимание ветеранам, всем тем, кто когда-то воевал, кто нуждается в вашем внимании, в вашем уважении. И я надеюсь, что вы обязательно примете участие в всех мероприятиях, которые мы будем тоже проводить. По предварительным данным, празднование 9 мая в этом году пройдет в расширенном формате, а студенты дорожно-строительного техникума с радостью примут участие в акциях «Свеча памяти» и «Бессмертный полк». Екатерина Фролова, Егор Кабанов и Андрей Минкин для программы «Городские вести». Продолжение следует...